Продолжение темы снайпинга, как и обещал, сегодня будем говорить о Battlefield 1, а именно о выборе пистолета для снайпера в данной игре. Баттлфилд 1 Если в BF3 и BF4 основным классом является штурмовик, то в Battlefield 1 самым популярным классом является снайпер. Недаром Battlefield 1 еще называют снайперфилдом. Снайперские винтовки, на мой взгляд, в Battlefield 1 являются самым индивидуальным оружием, как внешней, так и с технической составляющей, но сегодня мы поговорим не о них. А сегодня мы поговорим о том, какой пистолет, то есть какой сайдаром выбрать снайперу для более эффективной игры. Как в случае с Battlefield 4 я выделяю два типа пистолетов, то есть для тех, кто стреляет очень точно, у кого уже натренированный АИМ, и для таких косых, как я. Начнем, пожалуй, с тех, кто очень точно стреляет и имеет натренированный АИМ. Для вас оптимальным выбором будет пистолет From Air Stop. Этот малец обладает самым низким временем депло, и это значит, что быстрее всего вы переключитесь на него со снайперской винтовки. Имея всего 8 патронов в магазине, но обладая колоссальной скорострельностью, это самый скорострельный пистолет в игре Battlefield 1, вы можете действительно при 6 точных попаданиях гарантированно остановить любого противника. Ну а если первое попадание снайперской винтовки было удачным, то достаточно всего одной пули на дистанции до 15 метров. Ну а если вам попался косой оппонент, и вы оказались недостаточно точным, то вы практически моментально, за 2 секунды, сделаете полную перезарядку и продолжите спамить патронами во врага. Для второй же категории людей, которые не обладают таким точным АИМ, и мы очень часто промахиваются, как это делаю я, тут вашим выбором будет автоматический пистолет Марс. Почему я решил, что этот пистолет больше всего подойдет тем, кто косит? Ну во-первых, потому что у этого пистолета 11 патронов в магазине, и достаточно всего лишь двух случайных выстрелов, чтобы завалить любого оппонента. Этот пистолет часто сравнивают с Зиглом из Battlefield 4, что я считаю в корне неверным. Кроме перезарядки магазином, у них нет ничего общего. Я бы лучше сравнил этот пистолет с Магнумом, потому что он сверхточный в прицельном режиме, обладает низким буллит-дропом, его не можно использовать даже в качестве снайперской винтовки. Ну и также он очень точен при стрельбе с бедра. А если же вы первый раз промахнулись со снайперской винтовки, и разъяренный противник бежит на вас со штыковой атакой, то вам достаточно всего лишь одного попадания вблизи в голову, если ваш противник имел 80% здоровья, либо двух точных попаданий в тушку. Ну а если же противник бежит на вас с полным запасом здоровья, то вам достаточно трех случайных попаданий. Но в большинстве случаев, сколько бы я с ним ни играл, мне хватало всегда двух. Есть еще некоторые факторы, по которым я выбрал именно эти два пистолета, но они у них скорее общие, чем отличные. Потому что в игре полно еще хороших пистолетов, например у снайпера есть отличный револьвер, который обладает высокой скорострельностью, и в принципе также достаточно двух-трех попаданий для убийства любого противника. Но из-за того, что револьверы обладают просто гигантской, долгой, просто жутко слоумошной перезарядкой в Battlefield 1, им невозможно пользоваться. Итак, общие фишки, которые выделяют именно эти два пистолета. Во-первых, отсутствие задержки при выстреле. А многие пистолеты в Battlefield 1 имеют инертный спуск рука, то есть после того, как вы нажимаете на кнопку мыши, происходит небольшая задержка перед выстрелом. У этих пистолетов эта задержка есть, но она минимальная в классе. Следующий пункт, по которому эти пистолеты стоит выбрать, это отсутствие визуальной отдачи. Если вы берете, например, пистолет P08, который просто колбасит посередине крана, и вам очень сложно аиме, то эти пистолеты ведут себя спокойно, и в основном их уводят в одну сторону вправо, либо чуточку вниз. Другие же пистолеты M1911 и прочие, их просто швыряют из стороны в сторону, и это очень отвлекает при аиме противне. Эти пистолеты в своем роде являются самостоятельной единицей, такой же, как Глок в Battlefield 4, например, или Рекс в Battlefield 3, то есть если вы первый раз промахнулись, или первый выстрел оказался нефатальным для противника, то вы по-любому добьете с этих пушек. В зависимости от вашего стиля игры, вам стоит выбирать либо Фромер, либо Марс. Привет, ребята, спасибо, что досмотрели это видео до конца, напоминаю о том еще, что если это видео наберет нужное количество лайков, то сразу же выйдет следующее видео по Battlefield 1. Надеюсь, мои советы оказались для вас полезными, хотя, конечно, игре уже практически год, и вряд ли я открыл для вас что-то новое, но все же, я считаю эти пистолеты оптимальным выбором для игры за снайперов в Battlefield 1, и будут выходить ролики исключительно по снайперу от меня в Battlefield 1, потому что играть за другие классы сейчас становится просто невозможным. Еще раз вам хочу сказать спасибо огромное за то, что вы поддержали предыдущие два ролика, я совсем не ожидал, что лайки наберутся так быстро, а вы просто у меня молодцы, я рад, что вы со мной. Хорошего вам всем дня и отличной рабочей недели, увидимся в новых видео, до скорой встречи и пока!